Ирина Феклинова впервые приехала в Сивково в 99-м году и влюбилась в этот зеленый уголок Одинцовского района. Кругом поля и леса можно собирать грибы и ягоды. В 2010-м женщина вместе с семьей окончательно переехала в деревню. Тогда она и представить себе не могла, что однажды ей сложно будет вскипятить воду для чая. Были постоянные аварии, ремонтировать приходилось, собирать деньги, кто сдавал, кто не сдавал, искать электриков. Это была постоянная проблема. Но точка наступила полтора года назад, когда в декабре мы остались. В декабре на неделю без света, без отопления, без воды, без газа. Газа у нас нет вообще. Холодную зиму 2016-го в Сивково хорошо помнят до сих пор. В течение недели людям приходилось буквально выживать без света, отопления и воды. Это событие и стало кульминацией их загородной истории. Глава муниципалитета принял решение сделать деревню независимой от сетей соседнего военного городка и поставить новые опоры и трансформатор. Новая подстанция с большим резервом. И сейчас по нашему законодательству, если раньше приходилось платить дополнительные денежные средства, то сейчас в обязательном порядке за 500 рублей выделяется 15 киловатт. Кто-то дополнительно на хозяйство, либо на какое-то ИП, там, конечно, идут серьезные затраты, но, тем не менее, это подстанция с серьезным запасом мощности. Напряжение нормально, потому что напряжение было 120-140 в сети, сейчас 220, все хорошо. И самое интересное, вернее, даже самое главное, наверное, помимо того, что новые столбы и новые сети, то, что сейчас их обслуживают. Сети, которые питали Сивково, принадлежат оборонэнерго, правда, только на бумаге. Фактически же их давно никто не обслуживал, поэтому они и не выдержали возросшей нагрузки. Место встречи изменить нельзя. Для жителей деревни им стала восьмая опора, под которой приходилось буквально дежурить. На этой восьмой опоре расположено в одно распределенное устройство. Здесь вот находится наш автомат, который мы меняли уже несколько раз. За последний год мы его поменяли четыре раза. Он горел, он плавился, провода плавились, потому что мощность, соответственно, как бы возросла. Теперь жители Сивково могут спокойно наслаждаться тишиной и покоем и мечтать, что однажды их деревня будет газифицирована. Администрация Голицына прилагает максимум усилий, чтобы это желание осуществить. А пока готовится к установке опор для уличного освещения. Фонари здесь должны появиться уже до конца года. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.